Шкаф-купе устанавливаем сегодня вот в этой нише, здесь у нас будет шкаф-купе, две дверки, полочки, вот поэтому дизайн-проекта и крючочки и файл-шпанели будут с заборами, с заборчиками. Обрезали по полу и вырезали под плинтус, вот здесь вот четверть такой, и она у нас проникнула без зазора к стене. На стене мы сделали отметочку верхнего торца перегородки, сейчас мы здесь разметим адресольную полку большую. Прирубили адресольную полку, вот так, от стены до стены, она у нас глубиной на 410, а перегородка на 400. Вот так вот, и сейчас мы устроим воздагон, который идет возле стены, мы его сейчас устроим. Выставили уровень, здесь у нас существующий наличник в проеме верном, и он идет не по уровню, мы его сейчас отрежем. Он будет по уровню, вот так, клим надо отрезать, чтобы наша файл-шпанель стояла по уровню. Подрубили адресольную полку и устранили зазор к возле стены. Пять полочек раскрепили в первом отсеке. По уровню мы их отбили, все торцы у нас по уровню. И здесь мы оставили место для пылесоса, 500 миллиметров внизу. Сейчас мы прирубим полочку адресольную во втором отсеке. Установили пять полочек и во втором отсеке мы антресорим полку, прирубили к стене без зазара и отметили здесь отметку, она у нас с запасом, сейчас мы это лишнее отрежем. На толщину перегородки мы отступили, сделали отметку, сейчас мы ее отрежем. Во втором отсеке установили полочку внизу для обуви и наверху здесь две полочки для шапок, шарфов и перчаток. Вот у нас два отсека, полочки, тут большая адресольная полка и тут две адресольные маленькие полочки. Здесь мы установили поперечное вешаво для плечиков, потому что шкаф у нас ледяной 500, у нас пошло только поперечное вешаво. И крючочки для курток и всяких. Так, мы установили панч панели, они вот у нас идут с такими заборчиками, чтобы обойти вот этот наличник. Потому что наличник мы снимать не стали, а мы его просто обошли. И симметрично здесь тоже так же поставили заборчик, а к этому забору мы раскрепили фальш-панель. Вот так вот. И вышли мы за наличник. Вот так вот обошли его. А здесь мы раскрепили это все на уголочке монтажа. Вот так. Смотри. Сейчас мы крепим верхний и нижний рельс и устанавливаем верхний купе. Открепили верхний рельс к потолку и к нашим фальш-панелям. Вот такой вот вид. А нижний рельс мы приклеиваем на прозрачный клей для потолочной клетки прямо к нему. Вот так вот. Шкаф-купе готов. Мы установили купейные дверки. Вот такой вид. Как цвет этот называется? Модерн. Этот цвет модерн. Вот такие вот полосочки. Вот так вот он открывается. Одним пальчиком он так открывается. И здесь у нас шесть полочек. А самая верхняя большая, написанная полка. Она идет на весь проем. Здесь у нас место для пылесоса. И тут пять полочек. Раз, два, три. Четыре, пять. Шестая адресольная. Открываем. Сорвается. Вот так вот. А здесь у нас три адресольные полки. Одна верхняя самая большая полка, а эти две маленькие. Здесь у нас поперечные перекладины для плечика. И крючочки для какой-то курточки. А здесь место для обуви. Фальч-панели мы сделали с добором, чтобы обойти за дверную коробку и за наличник. Чтобы шкаф у нас был немножко поглубже. Вот так вот мы вышли. Верхний резь раскрепили к потолку прямо саморезами. И с левой стороны фальч-панели мы тоже сделали с доборчиком, чтобы дверная коробка нам не уменьшала глубину шкафа купе. Но он стал вровень с наличником. Нижний резь мы приклеили на клей прозрачный для потолочной клейки. И на нем саморезов нет. Нижний резь у нас без саморезов чистилки гладенькие. Все. Все готово. Шкаф купе готов. Шкаф купе готов. Шкаф купюшечка. А противночек. dividing Agomb Revнает. Средиане sleep. Продолжение следует...